Найдем работу каждому. Выборы в Казахстане. Что мы о них знаем? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. Казанский федеральный университет посетила делегация консульства Китайской Народной Республики в Казани во главе с главным генеральным консулом КНР господином Сянбо. В рамках официального визита состоялась встреча консула с ректором КФУ Ленаром Сафином. Обсуждались вопросы укрепления и расширения сотрудничества в области образования и науки. В Казанском федеральном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Подробности далее. В Казанском федеральном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Мероприятие посетил Асгад Сафаров, руководитель аппарата президента Республики Татарстан, а также помощник президента республики Альбер Гельмуддинов. На повестке встречи – избрание председателя совета. В настоящее время в сайте ректоров республики Тарстан не избран председатель. На протяжении 2022 года я исполнял обязанности как заместитель председателя. И хочу напомнить регламентную норму, что решение совета ректоров республики Тарстан принимается простым большинством голосов присутствующих членов совета. То есть мы исходим из 15 голосователей. Совет ректоров вузов республики Тарстан существует с начала 70-х годов. Его работа направлена на сотрудничество высших учебных заведений в ряде основных направлений – ведение крупных совместных проектов. В настоящий момент председатель совета избирается на 5 лет. Путем открытого голосования члены объединения избрали на должность председателя ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина. Уважаемый Ленар Инатович, поздравляем с избранием. Сфера науки образования – это очень быстро меняющаяся действительно сейчас такая область. И мы находимся и должны очень четко держать руку на пульсе. Потому что время и вызовы нам подсказывают, что стране нужны сейчас не просто прожекты, а реальные нужны проекты, которые давали бы, скажем, нашей стране импортозамещение, нашу, так сказать, независимость. Поэтому я думаю, что нам много есть о чем поговорить, много, что нужно еще сделать. Мы, безусловно, будем, и как в прежние годы, проводить эту работу. В дальнейшем планируется организация собраний не только на площадке Казанского федерального университета. Председатель совета ректоров республики подчеркнул, что встречи будут проводиться не реже одного раза в квартал. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. В 2022 году Казань стала молодежной столицей стран Организации исламского сотрудничества. А Казанский федеральный университет – точкой опоры для Молодежного научного конгресса стран ОИС. О церемонии его закрытия смотрите в сюжете. 22 ноября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное закрытие Молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие традиционно началось с торжественной приветственной речи про ректора по внешним связям КФУ Тимирхана Альшева. Я думаю, вы уже успели побывать в нашем музее, музее истории Казанского федерального университета. И вам уже немного рассказали о зале, в котором мы сейчас находимся. Он называется императорским. Это сердце нашего университета. Здесь проводятся все самые важные мероприятия, к примеру, церемония вручения дипломов выпускникам. Участниками Молодежного научного конгресса стран Организация Исламского Сотрудничества стали свыше 50 молодых ученых из более чем 17 стран. Египта, Малайзии, Индонезии, Ирана, Пакистана, Турции, Азербайджана и других. На его закрытии присутствовали исследователи, новаторы и академики Российской Федерации и выше упомянутых стран. Здесь выступали очень известные личности. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступал здесь. Эрдоган, президент Турции, тоже выступал в этом зале. Многие другие президенты, профессора выступали здесь, читали лекции. Этот зал очень важен для нас и для университета в целом. Напомним, что ключевой целью Конгресса было создание платформы международного сотрудничества для формирования предпосылок к устойчивому развитию кооперации в научной сфере с регионами ОИС, что было успешно осуществлено в стенах Казанского университета. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете впервые прошел профильный маркет медвакансий. В программе лекции, мастер-классы, интерактивы, стендовая выставка работодателей. Подробности смотрите далее. 25 ноября Казанский федеральный университет впервые провел маркет медвакансий для студентов-медиков Казанских университетов. Мероприятие прошло в стенах КСК КФУ Уникс. Особенностью стали столы с представителями и работодателями различных медицинских центров поликлиник, где участники могли узнать больше информации о медицинских учреждениях, а также заполнить анкету. Сегодня на очень полезном мероприятии, маркете медицинских вакансий, мы ищем талантливых ребят. Ребят, которые имеют талант в различных направлениях, не только сугубо специализированных в медицинских каких-то направлениях, но также нам необходимы копирайтеры, специалисты, которые могут писать, понимают медицину. Нам также необходимы специалисты, которые могут ввести контент на наших сервисах, сайтах, и другие специалисты в IT-области, SMM-специалисты. Поэтому очень важно привлечь талантливых ребят, которые могут в процессе обучения еще и дополнительно заработать какие-то деньги и в то же время укрепить свои медицинские знания. Я вообще приняла решение, потому что нам сделали рассылку, что можно ординаторам подходить на данное мероприятие тем, кто ищет именно работу. Вот после этого я подумала, что стоит сюда прийти. Помимо шанса на трудоустройство для гостей было проведено еще масса полезных и интересных интерактивов. Так, профессорами Института фундаментальной медицины и биологии, а также действующими врачами, были проведены лекции и мастер-классы, в которых ребята смогли почерпнуть для себя новые знания и перенять опыт спикеров. Дополнительным бонусом для гостей стали интерактивные столы, где студенты представляли свои институты, а также могли на практике закрепить полученные знания. На нем мы тренируемся оттачивать различные навыки, которые нам пригодятся в будущем. То есть здесь можно оказывать реанимацию, поставить различные сценарии. Отметим, что Казанский университет проводит данное мероприятие уже не первый раз. Общеуниверситетский маркет вакансий проводится на базе всех институтов, ведь он помогает студентам найти точку опоры при выходе из стен родного вуза. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На президентских выборах в Казахстане победил действующий глава государства Касым Жамар Такаев. Подробнее в нашем сюжете. 20 ноября прошли досрочные президентские выборы в Казахстане. В них приняли участие практически 70% избирателей. Это более 8 миллионов человек. По итогам голосования победу одержал действующий глава государства Касым Жамар Такаев. Недавние выборы президента Казахстана завершились его уверенной победой. И первым руководителем, который поздравил президента Такаева с этим событием, был президент Российской Федерации. Это тоже свидетельствует о том, что в этом смысле отношения между государствами достаточно надежные. Говорить о том, куда сегодня будет четко направлен вектор политики Казахстана, мы, наверное, не сможем, потому что президент Такаев только что переизбрался на новый срок. И каких-то решительных действий на новом этапе своего президентства он пока не реализовал. Единственное, можно надеяться, что здравый смысл и понимание близости двух народов позволят президенту Такаеву проводить тот, так сказать, курс, который был ранее, курс, направленный на нормальное, равновесное, деловое отношение с Российской Федерацией. Согласно новой конституции, это последние выборы Такаева. Он будет руководить страной семь лет, а затем передаст полномочия преемнику. Президент уверен, что этого времени хватит для проведения намеченных реформ, а следующие главы республик смогут направить свое внимание непосредственно на результат. Очень важно отметить, что Казахстан является государством, входящим в организацию договора коллективной безопасности ОДКБ. И вот в этом контексте мы прекрасно понимаем, что без эффективного взаимодействия России и Казахстана невозможно поддерживать обеспечение безопасности, стабильности на постсоветском пространстве и в регионе Центральной Азии. В предвыборной кампании Такаев обещал построить новый Казахстан, который будет базироваться на принципах всеобщей справедливости. Полина Корнеченко, Универ Ньюс. В КФУ состоялся ежегодный фестиваль «Мозаика народов мира». О том, как это было, расскажет наш корреспондент. В КФУ состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля культур иностранных студентов «Мозаика народов мира». Он стал, пожалуй, одним из самых ярких, крупных и запоминающихся мероприятий Казанского федерального университета. Фестиваль проводился в трех направлениях – интеллектуальные игры, национально-спортивные игры и кухня народов мира. Национальные спортивные игры включали в себя китайскую игру, таджикскую игру, масс-рестлинг, шахматы, футбол и эстафету. Национальные игры – это этнографический диктант, квиз, викторина «Что я знаю о народах России». И, конечно же, самое любимое – это конкурс кулинарного искусства «Кухня народов мира», где все дома, то есть это наши именно общежития, где проживают обучающиеся, представляли определенный народ. В этом году у нас была тематика «Кухня народов России». Примечательно, что ключевой задачей данного фестиваля было максимально приобщить иностранных студентов к организации мероприятия. В общей сложности во всех трех этапах приняли участие около двух тысяч иностранных учащихся. Фестиваль проводился в течение двух месяцев с октября по ноябрь. В Китае, ну, сейчас в Китае, там можно рисовать, можно писать китайский лоббик. И в Индонезии, там можно показать свою национальную одежду, там можно показать, смотреть, как они одеваются, красивые. И еще в Индии, там можно рисовать, в руках там красивые корзинки. Отметим, что этот день стал для студентов возможностью открытия новых границ и приобретения новых знакомств, впечатлений и опыта. Абсолютно не важно, в какой роли был учащийся – участникам, организаторам или простым зрителям. Важно то, какие эмоции он унес с собой после этого мероприятия. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, академик Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан, почетный директор Института астрофизики имени Макса Планка в Гархинге, почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев, удостоен высшей награды в области теоретической физики, присуждаемой немецким физическим обществом, медали имени Макса Планка. Так отмечен его фундаментальный вклад в астрофизику и космологию. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова